Труд селекционеров очень кропотливый. Для того, чтобы вывести один новый сорт, порой требуется десяток лет. И не всегда все зависит от специалистов. Урожай может испортить плохая погода, слишком влажная или слишком сухая. А еще животные портят урожай. Например, в прошлом году много кукурузы поклевали вороны. Это у нас ранированный сорт «Кардинал». Он уже прошел в госиспытание. Посадили мы его в этом году с 1 мая. И дальше наблюдаем, как он себя ведет. У Екатерины Порубенко на счету каждый росточек. Селекцией зерновых она занимается второй год. Сотрудники Дальневосточного НИИ и сельского хозяйства новые сорта выводят ежегодно. Но чтобы понять, насколько культура прижилась, нужны долгие месяцы испытаний. Каждый год мы, считай, это все набираем, отбираем. Это зерно сеем, выращиваем, полим, ухаживаем за ним. Александра и Маргарита работают в институте недавно. Их подопытные – фасоль и соя. Не так давно закончили вышку и собираются поступать в аспирантуру. Несмотря на профильную специальность, в поля за время учебы они не выезжали ни разу. Но в Дальневосточном НИИ молодых специалистов без опыта принимают охотно. Всему учат на месте. Я, например, изначально, когда закончила институт, бакалавриат, по крайней мере, хотела именно работу не офисную, а вот такую вот интересную. То есть ставить какие-то эксперименты, опыты. Вот у тебя нет два дня, она уже цветет. У тебя нет три дня, она уже дала бобы. То есть это действительно очень интересно. И потом еще обрабатывать это все и считать, и изучать. Это правда интересно. Научные сотрудники выходят в поля с журналами. Это летопись каждого малозаметного, на взгляд непрофессионала, изменения. Такого-то числа был посев. Такого числа появились единичные исходы, потом массовый, потом первый настоящий лист, второй настоящий лист, единичное массовое цветение. И так далее по фазам у каждой культуры свои нюансы. Специальная комиссия научного института оценивает работу селекционеров. Новые сорта здесь выводят с начала существования НИИ. Например, в этом году утверждены еще два новых сорта сои и овса. А зачем вообще новые сорта выводить? Разве тех, которые уже есть, недостаточно? Каждый сорт или гибрид отличается каким-то положительными качествами. Все-таки наука движется вперед, а развитие идет вперед. Новые сорта, более продукционные, более устойчивые к болезням. Сотрудники НИИ выполняют госзаказ. Результаты последней пятилетки должны были подвести в 2025 году, но из-за нынешних экономических трудностей программу ускорили. Собственными сортами край должен засеять до конца этого сельхозсезона не менее 75% пассивных площадей. У нас есть все возможности достижения, потому что на самом деле мы передаем много сортов. И сортами нашей селекции засеваются в основном площади, в структуре пассивных площадей Хабаровского края. И не только Хабаровского края, но и Приморского края, и Амурской области, и Вебрейской области. Все, кто занимается сельским хозяйством в Хабаровском крае, пользуются разработками дальневосточного НИИ. И несмотря на экстремальный климат, селекционерам удается обновлять ассортимент местных культур ежегодно.